Всем привет! Сегодняшнее занятие мы с вами посвятим полностью теориям, а именно практической теории. Попробуем с вами с сегодняшнего дня начать разбирать интервалы. Но не просто разбирать, а пытаться их также сыграть на грифе и визуализировать их небольшими такими картиночками с помощью наших пальцев. Итак, начнем. Для начала мы с вами попробуем вспомнить, какие у нас бывают интервалы. Их всего 13. Это прима, чистая, малая секунда, большая секунда, малая терция, большая терция, чистая кварта, потом тритон, он же может быть увеличенный квартой или уменьшенный квинта, потом чистая квинта, малая секста, большая секста, малая септима, большая септима и чистая октава. Всего 13 у нас получилось. Итак, попробуем их разобрать. Для начала, для того, чтобы вы могли их четко учить, вам надо их визуализировать на грифе. То есть, видеть, где они у вас находятся здесь. То есть, для этого я для вас приготовил небольшие маленькие песенки. Ну, петь я не буду, просто буду вам говорить, как проще вам запомнить их. Итак, для начала возьмем, просто будем строить от ноты ля, от шестой струны пятого лада. Чистая прима у нас получается ноты ля-ля. Например, до-до. То есть, две ноты, одинаковые две ноты. То есть, если на фортепиано вы нажмете одну кнопочку, одну клавишу в левой руке до, и правой рукой коснетесь ту же самую клавишу, получится одинаковая нота. Вот. Этот будет интервал называться прима. То есть, банально, но тем не менее. Но на струнных инструментах это гораздо проще представить, нежели на фортепиано. Всем известно, что первая струна у нас на гитаре – это нота ми. И также вторая струна на пятом ладу – это будет тоже нота ми. То есть, вот этот интервал у нас называется прима. Вот. Дальше пойдем. Значит, дальше мы с вами будем играть интервал малую секунду. И для того, чтобы вам проще было его запомнить, вам нужно обязательно его визуализировать, во-первых, на грифе. Это, например, у нас будет… Если мы возьмем с вами шестую струну поставим на пятом ладу, то дальше мы будем играть с вами на пятой струне через три лада. То есть, вот такой интервал. Или же, например, на второй струне. Вот. И есть такая песня «Пусть бегут неуклюже». Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам. Вот. Значит, для того, чтобы вам запоминать это все, вы можете себе сделать такой список. Например, написать «Малая секунда». И, соответственно, «Пусть бегут неуклюже», чтобы вам просто… Самое главное, чтобы у вас каждый интервал соответствовал какой-то небольшой песне, какой-то попевке небольшой. Вот. Дальше у нас идет интервал «Большая секунда». Вот. Здесь мы с вами попробуем взять другую песню. Это из мультика «Умка». И здесь у нас уже получается, мы играем… Например, если от второй струны будем строить, то мы берем пятый лад. И на следующей струне у нас получается через два лада. Но учтите, что это мы не от третьей струны строим. Потому что если от третьей струны, то строй гитары у нас немножко другую, то здесь уже будет немножко по-другому. Мы пока это в оборот не берем. То есть сейчас интервал строим либо от шестой струны пятого лада, либо от второй струны пятого лада. Вот мы поставили. И начинаете потихонечку запоминать это. Вот. Дальше у нас следующий интервал «Малая терция» – «М3». Мы его будем записывать. То есть «Ч1» – это «Прима». То есть «М2» – «Малая секунда». «Б2» – «Большая секунда». Дальше «М3» – «Малая терция». И все мы знаем песню «Не слышны в саду даже шорохи». Та-ра-та-ра-там. «Не слышны в саду даже шорохи». Вот. Значит, здесь у нас как раз получается вот этот… То есть если, например, вы знаете уже этот интервал, на гитаре, кстати говоря, вот он у нас будет, например, пятую струну зажмем. Ну вообще не принципиально, какую струну зажимать, только не третью. Вот. У нас получается такой переход. Соответственно, если вы выучиваете этот интервал, то вы его уже должны будете пропеть. Например, вот так. Берем любую ноту с закрытыми глазами. Например, вот эту вот я нотку взял. Это у меня получил четвертую струна, и я попал в четвертый лад. Итак, я ее играю. И теперь вот эта нота у меня, третья струна, будет звучать так. Вот. То есть зная интервал, то есть зная, как он поется, то есть интонация голоса, зная, как он выглядит на гитаре, мы можем с вами петь любые, точнее, играть какие-то мелодии, когда мы импровизируем в момент. То есть у нас должна голова работать так, чтобы мы должны внутри себя напевать и одновременно переносить это на гитару. То есть если вы знаете мелодию, то есть у вас… То есть вот, например, от этой ноты. Я хочу эту мелодию спеть, тара-а-а. То есть в голове я ее пропил. Теперь, чтобы на гитару мне ее перенести, я должен, зная, что… То есть чувствую, что песня идет… Вот. И сюда я играю. Вот. Получается, что вы сможете безошибочно играть какие-то мелодии. Но для начала вам просто надо будет выучить это. Так, дальше идем. Интервал. Это был у нас малая терция. Теперь интервал большая терция. Это у нас получается B3. Вот. Здесь можно взять две песни. Первая песня всем известный Чижик-Пыжик. Но здесь интервал у нас идет вниз. То есть, например, если отсюда мы играем... Вот он. Вот. Если мы будем играть теперь интервалом, будем мыслить вверх. То есть, например, вот отсюда. И куда нам взять? Нам надо прыгнуть вверх. Есть такая песня руссконародная бароня. То есть, какое там вступление? Та-та-ра-там. Та-ра-там. Та-да-та-да-та-та-та-та-та-та. И вот эта ноточка, в которую мы приходим, это как раз и будет у нас большая терция. То есть получается Интервал у нас получается вот такой Если мы его построили на 2 струне на 4 ладу То соответственно соседняя струна и соседний лад То есть 4 лад на 2 струне и 3 лад на 1 струне Дальше у нас с вами идет интервал кварта Кварту мы с вами все хорошо понимаем и будем понимать Потому что кварт у нас строится на основе гимна Российской Федерации Значит здесь у нас просто идет 2 лада 1 струну зажимаем Например 4 струну зажмем на 5 ладу И соответственно палец перекатываем Это у нас будет интервал кварта Россия То есть зная как у нас интонация идет на кварту Зная как у нас выглядит интервал на грифе То есть мы можем безошибочно играть эту мелодию Так, следующий интервал у нас с вами тритон Тритон самый такой тяжелый интервал Самый диссонансный Его песни, которые на него начинаются Я к сожалению не знаю Может быть они есть Но их действительно тяжело воспроизводить Его даже очень тяжело петь Например, если от этой ноты его петь То есть его просто надо запоминать Тритон у нас с вами выглядит вот в таком формате То есть у нас получается Палец, например, один у нас стоит на каком-то одном ладу Следующий палец мы играем на следующем На следующей струне и следующего лада Достаточно такой острый Есть, например, группа Металлика Поют они песню Master of Puppets Вот И там уже ближе к концу этой песни Вот, есть такой момент То есть использование этого интервала Так, следующий интервал Это чистая квинта Потому что так же квинта может у нас быть уменьшенной Так же как кварт увеличена Квинта уменьшена Это по теории музыки Вот В квинту Лично я квинту определяю Как мелодию из саундтрека Из кинофильма «Звездные войны» Star Wars Вот То есть как раз это начало И на гитаре у нас квинт выглядит очень просто Например, пятая струна, пятый лад И четвертая струна, седьмой лад Кстати, по поводу квинта Квинта мы с вами можем еще сыграть Так же на другую струну То есть через струну сыграть То есть не так А еще можно сделать Сюда поставим мизинчик И сделаем скачок на третью струну Первым пальцем Вот И точно так же наша мелодия может звучать Так Следующий интервал у нас с вами Малая секста Малую сексту мы с вами будем тоже играть И на То есть на соседних струнах И через струну То есть это уже можно Есть такая Есть кинофильм Гости из будущего, по-моему То есть там прекрасная далека песня Там прекрасная далека Не будь ко мне жестока Вот, значит здесь у нас Мы с вами, получается, играем Расстояние чуть больше квинта на полтона То есть это, например, пятая струна, пятый лад И четвертая струна, восьмой лад Вот То же самое мы с вами можем взять наоборот То есть переносим пятая струна, пятый лад И третья струна, третий лад Вот такая аппликатура получается Итак, следующий интервал Малая септима Малая септима у нас похожа на кварту Так как имеет такой же вид, как у кварты И но, только исключением Только разница будет в том, что она будет играться через струну То есть тот же самый лад, но через струну То есть получается вот такое звучание Вот Здесь мы как можем ее определять? Можем делать элементарные скачки Рок-н-рольный риф, например То есть у нас получается, что мы в голове должны пропевать И стараться как раз держать интонацию эту Здесь все просто То есть, соответственно, вы можете тренироваться как? Например, берем любую ноту Например, пятая струна Ну допустим, вот опять закрываем глаза Тыкаем, вот сюда я попал Ну третий лад, хорошо И в голове боем И вот я нажимаю сюда И вот и кнопка у меня здесь есть Так, и остается у нас предпоследний интервал Это большая септима Большую септиму очень тяжело было найти песню Какую-то, к сожалению, я не нашел песню То есть это вы можете сами сделать Вот, здесь такой достаточно интервал Его просто надо к нему привыкнуть Большую септиму можно определить Как исходя из октавы То есть сейчас мы сначала с вами сделаем октаву И потом попробуем разобрать малую септиму Чтобы этот интервал октава у вас усвоился Можно его взять, попробовать поиграть На примере мультика «Утина история» Там, Дукталис, помните? Вот, то есть это, в принципе, такое Я думаю, что все этот мультфильм знают Если не знаете, можете написать «Утина история» Вот, и послушать Вот, и теперь по поводу интервала малая септима Теперь можно вот этот интервал Октава И одну нотку сделать на полкну Здесь уже вам надо самим научиться Это все пропевать и делать Итак, теперь все эти интервалы Немножечко поближе Итак, это у нас получается Малая секунда Большая секунда Малая терция Большая терция Кварта Тритон Квинта Квинта в другой позиции Дальше Малая секста Малая секста в другой позиции Дальше Большая секста Другая позиция Малая септима Большая септима И чистая октава Надеюсь, что данный урок для вас будет очень полезен Занимайтесь Тренируйтесь Поете И запоминайте Пока Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»